В выставочном комплексе «Казань-Экспо» состоялась церемония открытия Татарстанского нефтегазового форума. На нем побывал наш корреспондент Елизавета Никитина. Татарстанский нефтегазохимический форум – одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России. Это эффективная площадка для обмена идеями и обсуждения ключевых вопросов отрасли российскими и зарубежными специалистами и научным сообществом нефтегазовой индустрии. Демонстрации новейших разработок и технологий, место встречи промышленного и бизнес-сообщества. В церемонии открытия принял участие президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. Он поблагодарил участников форума за внимание к данной площадке. Принимают участие, более 150 компаний принимают участие. Будет много интересных тем, которые связаны с новыми вызовами. И я считаю, что и сам форум, круглые столы, они будут полезны и интересны. Затем Рустам Мениханов вручил дипломы гран-при победителям конкурса на лучший экспонат – проект или техническое решение, который проводится среди участников Татарстанского нефтегазохимического форума. Казанский федеральный университет оказался в числе победителей конкурса за разработку программного комплекса «Геснейра-2.0» проекта на основе машинного обучения, направленного на обработку геофизических исследований нефтяных скважин. Далее гости ознакомились с выставкой, организованной на полях форума. Свои разработки технологий и образовательные программы представил научный центр мирового уровня «Посвоение жидких углеводородов, созданный на базе КФУ». В этом году мы впервые выставляемся на научный центр мирового уровня. Приехали наши коллеги из Москвы, из Култеха, из Губкинского университета, из Уфы. И мы сегодня будем рассказывать, и сегодня, и завтра, и после завтра будем показывать наши некоторые достижения. Вот здесь выставлены, я думаю, что ребята рассказали же вам, такие некоторые достижения. Конечно, их очень много, все не выставишь, поэтому сегодня проще расскажем. В рамках НЦМУ Казанский университет презентовал уникальный проект «Цифровая вода» по изучению и корсированию воды как питьевой, так и из нефтяных пластов. Цифровая вода – это объекты у нас есть. Мы смотрим по изменению состава воды, как распределяются запасы в нефтяном месторождении, как ведется разработка. То есть это для того, чтобы ввести мониторинг добычи нефтяных месторождений. Кроме того, были презентованы перспективные решения в части хранения и транспортировки газа, озвучены новые методы разведки гигантских нефтяных месторождений. Напомним, что Татарстанский нефтегазохимический форум продлится до 2 сентября. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюс.